Добрый день! С вами 5 o'clock. Время поговорить о разном. С вами я, ведущая Погодова Гуля, а также мои коллеги Надежда и Елена. Тема сегодняшнего нашего разговора – бесплодие. Что это? Семейный диагноз или это приговор? Каковы же причины этого приговора? Есть ли это приговор? Также мы рассмотрим с вами виды бесплодия, его причины, психологические аспекты данной ситуации, которая складывается, а также найдем все-таки решения, какие же решения бывают на современном этапе для семейных пар, которые хотят зачать дитя. И нам сегодня повезло, друзья, потому что среди нас есть специалист, дипломированный специалист, врач, акушер-гинеколог Елена Доценко. Вам слово. Ну, скажу, во-первых, по поводу инстинкта размножения или воспроизведения себе подобных. Это один из главных инстинктов природы. И даже животные, которые находятся в неволе, если они начинают уже давать потомство, значит, они полностью адаптировались и чувствуют себя прекрасно. Поэтому важная тема, о которой нужно поговорить. То есть это состояние души? И тела, и души, и взаимоотношения. И гармония. Да, взаимоотношения двух полов, которые и дают начало новой жизни. У людей намного сложнее всё, конечно. Во-первых, потому что люди могут сами определять и решать, готовы они, не готовы, хотят либо не хотят заводить детей. И часто бывает так, что физически здоровые люди, по каким-либо причинам долгое время отказывающиеся продолжать род, через время оказывается, что когда они уже, как им кажется, созрели, они не могут. И очень часто, кроме физического бесплодия, именно среди людей выделяют так называемое психологическое. Психологическое бесплодие. Да. Проблема бесплодия – это действительно чрезвычайно важная проблема сегодняшнего времени во всех странах, как в развитых, так и в развивающихся, и в нашей стране. К тому есть несколько причин. Во-первых, женщины стали откладывать рождение детей к более позднему периоду. И к этому времени у них уже успевает накопиться груз каких-то заболеваний, патологических состояний, нарушений здоровья, как репродуктивного, так и общего. Во-вторых, ранняя половая жизнь ведет к более высокой частоте воспалительных заболеваний, которые приводят к трубно-перитониальному бесплодию. В-третьих, факторы внешней среды – это и вредные факторы, это и факторы производства, это и качество питания, это и образ жизни, это отсутствие физической активности, избыточная масса тела и так далее. Это тоже все те уже социальные факторы, которые тоже обуславливают достаточно высокую частоту бесплодия, которая с каждым годом, к сожалению, все растет и растет. По данным ВОЗ, бесплодие – это неспособность сексуально активной, не использующей контрацепцию пары добиться беременности в течение одного года. Поэтому, когда приходят на прием к врачу, что спрашивает Елена? Как долго вы не можете забеременеть? И если действительно пара уже год, не может иметь ребенка, у них не получается, тогда и начинаем серьезно обследовать. Конечно, в первую очередь ориентируемся на физиологические причины бесплодия, разбираемся, что у женщины, что у мужчины. Но также подключаем и психологов, понимая, если кроме физиологических причин есть еще что-то, вроде бы казалось, женщина здоровая, обследовали ее вдоль и поперек, и гормоны, и физически инструментальные методы, все в порядке. У мужа тоже более-менее все благополучно, тем не менее детей нет. И тогда уже начинаем подключать специалистов-психологов, чтобы в такой междисциплинарной связке помочь семейной паре иметь детей. И на сегодняшний день очень высока эта проблематика и в нашей стране, и во всем мире. В мире, да, я вас перебью, в мире, на сегодняшний день, по данным ВОЗ, 100 миллионов семейных пар. Которые не могут завести ребенка. Которые не могут, да, которые без, ну, так сказать, обычным языком бездетные. И каждый год прибавляет, каждый год, каждый год, по-моему, по 10 миллионов. Вы можете себе представить, что ежегодно появляется 10 миллионов новых бесплодных пар? Если пара живет вместе больше года, планирует беременность, и беременность не получается, это повод для дополнительного обследования. Нужно ли раньше? Думаю, нет такой необходимости. Да, нужен здоровый образ жизни, да, нужно правильное питание, да, нужны добрые отношения, регулярные отношения. И вот если все это в течение года не привело к желаемой беременности, тогда действительно это повод для детального обследования. Если беременность не наступает, в этом виновата не только женщина, тут могут быть причины и в мужчине. Поэтому пара должна прийти на прием к гинекологу. Гинеколог обследует женщину, исключает наличие каких-то очевидных причин. И зачастую мы находим порой и миому, и эндометриозы, целый ряд причин, которых надо устранить для того, чтобы беременность наступила. Но параллельно тут же обязательно андрологическое обследование мужчины, проведение спермограммы и соответствие обследования мужа, для того чтобы клетки мужские тоже были здоровы. Но только ли женщины чаще являются причиной, либо тем фактором, из-за которого семейной паре, супружеской паре ставят диагноз? Раньше, раньше акцент основной делался на то, что все-таки причина больше женская. Но сегодня мужское бесплодие начинает набирать обороты. И, как говорит ВОЗ, где-то приблизительно 50 на 50 и доля мужского бесплодия, и доля женского в общей структуре этой проблемы. Да, это мы сейчас говорим о видах, каковы бывают виды бесплодия. Мужское, женское. И если мы рассматриваем женское бесплодие, то первичное или вторичное. Первичное, это когда женщина ни разу не забеременела в своей жизни, то есть даже не было зачатия. Это первичное бесплодие. А вторичное, это у тех женщин, у которых были роды или беременности раньше, но потом произошло что-то с ее организмом, когда, к сожалению, она уже не может либо забеременеть, либо выносить, либо родить живого ребенка. Кроме этого, если говорить о видах, то разделяют физиологическое бесплодие, которое имеет некую причину медицинскую, связанную со здоровьем, и психологическое бесплодие, которое связано с какими-то психологическими установками, либо женщины, либо мужчины. По причинам этого они, даже физиология не работает. Еще хочу сказать о самом портрете женщины. Если раньше считалось, что женщина с бесплодием, это женщина после 30 лет. Так называемая возрастная. Старая переворотка, их раньше называли, то на сегодняшний день возраст женщины с такой проблемой молодеет. И уже 25-летние молодые женщины уже стоят в клиниках ЭКО с этой проблемой, чтобы получить материнство дополнительными репродуктивными технологиями. Поэтому возраст уже тоже молодеет бесплодием, и это серьезная проблема. Ну, а если говорить о мужском бесплодии, то несомненными факторами, которые влияют на, к сожалению, такую неприятную проблему, является привычный образ жизни, который может быть не совсем здоровым. Это и курение, и чрезмерное употребление алкоголя. Сидячий образ жизни, сидячая работа, к сожалению. Пахутится на мамонтов как-то. Вот теперь пиво, пиво, которое имеет некое эстрогеноподобное действие. Бесконтрольное, вот чрезмерное употребление некоторых медикаментов, например, антибиотиков, которые, кстати, и влияют и на женское, и на мужское. Да, с учетом того, что у нас антибиотики без рецептов, пошел купил, как обычный аспирин. На сегодняшний день, к сожалению, в структуре бесплодия супружеской пары, мужское бесплодие достигает уже до 60%. Поэтому тут здоровье мужчины, это прежде всего, и восстановление его здоровья прежде всего. Что касается женского бесплодия, то тут на первый план выходит нарушение эвуляции. То есть это анавуляторные циклы, это неполноценная эвуляция. То есть не рождается яйцеклетка, или она рождается некачественной, или нет достаточного гормонального сопровождения этой яйцеклетки для того, чтобы беременность наступила. Достаточно большое место продолжает занимать воспалительный фактор. И воспалительный фактор ведет к двум, опять-таки, причинам. С одной стороны, это трубно-перитониальное бесплодие, это когда беременность не наступает, потому что нет проходимости маточных труб, или она нарушена, это проходимость. И второй фактор, который тоже развивается в результате воспаления, это эндометриальный фактор. Эта эндометрия в результате воспаления изменяется так, что даже если происходит оплодотворение, даже если происходит формирование эмбриончика, этому эмбриончику в полости матки плохо, неуютно, и он не может там прижиться. Поэтому это тоже одна из причин бесплодия. Ну и есть также соматическая патология, то есть заболевания общего здоровья, которые тем или иным образом тоже могут влиять на наступление беременности. К сожалению, мужчины намного реже обращаются к специалистам, и чаще перекладывают действительно ответственность за функцию деторождения на женщину. Ну а если говорить о женщине, то еще разделяют виды бесплодия, такие как гормональные, когда у женщин нарушен гормональный фон, нарушается выработка гормонов и гипофиза, и яичников, и других желез внутренней секреции, когда рушится вся иерархия структуры репродуктивной системы, и женщина просто не способна зачать из-за того, что гормоны не те или работают не так. И в этом случае нужно делать гормональное обследование зеркала репродуктивной системы и выравнивать гормональный фон. Следующее нарушение или вид бесплодия – это бесплодие, которое связано непосредственно с маткой и придатками. И там огромный тоже букет различных заболеваний, фибромиомы, эндометриозы, непроходимых строк. Это даже уже не физиология, это уже органические какие-то изменения. Изменения, которые произошли, и на фоне этой органики невозможно ни зачатие, ни имплантация эмбриона, ни вынашивание вот именно на уровне матки и репродуктивных органов. Кроме того, интересная такая, есть еще вид бесплодия, как иммунологическая. Казалось бы, все в порядке с гормонами, все в порядке с органами репродуктивной системы. А вот есть иммунный ответ и на сперму мужа. Женщина вырабатывает антитела, которые уничтожают и таким образом препятствуют зачатию уже на уровне иммунитета. Интересно, насколько часто вот эта проблема встречается среди общего бесплодия? Мне кажется, не так часто. Это как исключение. Я сейчас точную цифру не назову, но ее уровень тоже растет, потому что все иммунологические нарушения у нас каждым годом все более и более выражены. И слава богу, у нас уже есть методы иммунологической диагностики, когда можно верифицировать эти антитела к сперме. И тоже определенные методы лечения, когда можно их успокоить и нейтрализовать. Даже так? Да. И еще одним методом, типом бесплодия является идиопатическое или так называемое необъяснимое. В 10% случаев никто не знает причину. Не могут понять причину, либо недообследована пара, либо же какие-то есть другие причины, которые наша медицина пока не верифицирует. И здесь уже врач-гинеколог тогда обращается к психологу, направляет женщину или рекомендует ей, давайте разберемся, может быть, какая-то причина психологическая. То есть условно простым языком можно сказать, что у женщины это может быть болезнь яичников, которая не вырабатывает определенное количество правильных, нужных гормонов, матки и психологическая. Вот три главных аспекта, которые нужно проверить, обратить внимание и последовательно провести лечение. Да, совершенно. Но, Лен, впечатляющее и очень оптимистичное ваше заключение о том, что в большинстве случаев все-таки бесплодие не приговор, а можно обследоваться, и у медицины есть ответы на эти вопросы. Да, сколько замечательных случаев и примеров, и когда ты приходишь в кабинет к врачу-репродуктологу или, например, к гинекологу, который занимается планированием, да, и у них там огромные постеры висят с фотографиями рожденных деток, да. И это действительно вдохновляет, и уже совсем даже другая энергетика в кабинете этого врача. И сколько я знаю таких примеров, когда женщины даже прибегали к услугам ЭКО, да, и даже с помогательными репродуктивными технологиями добивались этого счастья материнства. А потом проходило какое-то время, и та же женщина, да, и она беременела, для нее была большая неожиданность, что, боже, я беременная, какое счастье. И как это могло произойти? Прошли через Крым и Рим, и медные трубы, и тут вот такое чудо. Поэтому, конечно же, все где-то там и на небесах, вероятно, происходит при большом желании самой женщины, при поддержке мужчины, и, конечно же, при сопровождении грамотным врача, акушера-гинеколога. Вопрос возраста и репродукции. Это очень серьезный, очень важный вопрос. С одной стороны, акушерские риски, с другой стороны, репродуктивный потенциал. Есть исследования, которые говорят о том, что если максимальный пик акубуляторных циклов у женщины формируется к 22-25 годам, и потом он понемножечку снижается до 35 лет, и вот с 35 лет он начинает снижаться в геометрической прогрессии. То есть каждый год после 35 лет это уже потеря репродуктивного потенциала. И поэтому, ну хотя бы одну беременность надо постараться реализовать до 35 лет. Что касается репродукции и возраста в более поздние периоды, да, действительно это возможно. Возможны беременности и в 45 лет. И даже в 49 лет возможны беременности. Но шансов на качественные клетки, шансов на наступление самостоятельной беременности с каждым годом после 40 лет становится меньше. Но ведь некоторые семьи даже и не хотят иметь детей. Есть и такие. Причем нежелание, а может быть, хочется о психологическом аспекте сказать, очень часто нежелание на самом деле даже не высказывается вслух. А есть некие внутренние страхи, например, у женщин, когда она понимает, что в связи с беременностью, с родами, с появлением ребенка, ее жизнь кардинально изменится. Действительно, мы говорили о том, что перед женщиной всегда становится дилемма, что в первую очередь, строить карьеру или родить ребенка. Понятно, что когда бессонная ночь, когда ребенок требует маминого внимания, я бы сказала, не 24 часа, а 36 часов в сутки, мы понимаем, что такого количества времени у нее нет, но ребенок полностью захватывает и мысли, и действительно заполняет собой каждую секунду. очень многие женщины опасаются того, что они перестанут быть интересны своему мужу ввиду неких физиологических изменений. Ни для кого. Не секрет, что после рода женщина временно, мы говорим временно, а у кого-то нет. А у кого-то нет, кстати. Мы говорим о том, что женщина может бояться потерять работу либо упустить свой шанс занять какую-то должность. И вот эти страхи, даже иногда невысказанные, они действительно являются вот теми психологическими причинами. А еще, вы знаете, я знаю, что есть страх у женщин, которые никогда не рожали, когда не видели роды. Да, вот такой пример. Это такая психологическая... Травма, можно сказать. Травма, можно сказать, да. Говорят, да нет, ни за что в жизни, я не хочу, не буду. Испытывать это, да, такие боли. Ну, нет, ну там не только боли, там же картинка целая и интересная, да. А психологически, скажем так, впечатляющая. Да, у меня вот есть пример такой. Но я знаю и такие пары, вернее, и пары, я знаю таких женщин. У меня коллега моя, она безуспешно, было много беременности, но все они заканчивались выкидышами. И вот мы с ней как-то так получилось, попали на один психологический семинар, на котором вот она смогла проработать этот вопрос, и что она для себя получила, какой ответ. Оказывается, ее сестра во время родов пострадала от сильнейшего кровотечения и чуть не умерла. И эта женщина видела как... Мучение. Мучение сестры, это огромные кровопотери, этого ребенка, который плачет, там недоношенный и все. И у нее психологически возник страх на эту картинку, да, из-за которого она блокировала свою вот полноценную беременность и возможность выносить. И после этого она прошла, конечно же, лечение у гинеколога. Она проработала этот страх, и она в 40 лет родила первого ребенка, очень легко выносив, и роды были достаточно легкие у нее. И вот такой пример, который тоже вот связан с страхом, когда настолько сильно мы своей психикой блокируем наши гормоны. Страх повторить этот негативный опыт. Да, и вот такой пример семейный был в моем опыте. Ну вот известный французский психоаналитик Андре Грин говорит еще о том, что есть синдром мертвой матери, который он описал, и, к сожалению, у многих женщин действительно это является блокирующим фактором, когда женщина по какой-либо причине потеряла ребенка, либо не выносила, либо потеряла вот только рожденного. И страх, что опять повторится потеря, действительно блокирует физиологию на подсознании. Да, на подсознательном уровне. Конечно, вот эти вещи тоже, говорю, грамотный гинеколог, он должен быть где-то психологом. И разговаривать с женщиной, вы не только проверять анализы, но еще выясняйте, что же было в анамнезе, а какая у нее была психологическая реакция на ту или иную ситуацию. Потому что это все важно. Друзья, как же лечить физическое бесплодие? Есть различные методы, которые регулируют гормональный фон, в зависимости от того, какая же причина, которые регулируют состояние матки и придатков. Если не лекарствами или диетическими добавками, то подключаются хирургические методы лечения, и вопросы решаются. А если же это все не работает, то тогда подключаются методы вспомогательных, репродуктивных технологий. Или то, о чем мы говорили в начале передачи, клиники ЭКО на сегодняшний день предлагают большой пакет услуг для семейных пар. И обследование, и устранение этой причины. Да, и возможности все шире и больше. Это и как вариант внутриматочной инсеминации мужской спермы, такой самый простой метод, так и варианты уже экстракорпорального оплодотворения. И даже, либо же от родителей этой семейной пары берется материал яйцеклетка и сперматозоиды, которые соединяются уже в искусственных условиях пробирки, и потом подсаживаются эмбриончики уже в матку. Кроме того, есть методы, такие как донация яйцеклеток, когда, если у женщины истощен ее авариальный резерв или количество яйцеклеток уже она не имеет, то в этом случае технологии XXI век позволяет получить от донора эту клетку, которую впоследствии уже воспроизвести из нее будущего малыша. Безусловно, генетический материал — это не той матери, которая выносит, а той матери, которая является донором, но, тем не менее, пары идут и на это. И есть наоборот суррогатное материнство. И вариант суррогатного материнства в нашей стране он разрешен, поэтому широко используется как среди нашего населения, так и много обращается из-за рубежа пар, которые хотят и потеряли все шансы, кроме этого, иметь. Вопросы лечения бесплодия — это вечный вопрос. Это огромная проблема, потому что самое важное для женщины — это родить ребенка, и, соответственно, если эта проблема существует, мир ищет решение этой проблемы. И когда появились вспомогательные репродуктивные технологии, мир облегченно вздохнул. Нам казалось, что вспомогательные репродуктивные технологии решат все проблемы, решат все вопросы. Да, вспомогательные репродуктивные технологии однозначно решают вопрос трубно-перитониального бесплодия. Это шанс для женщин, у которых нет маточных труб, у которых они удалены вследствие либо внематочной беременности, либо воспалительных процессов. Это абсолютное решение этой проблемы с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Все, что касается других форм бесплодия, как авариального бесплодия, то есть бесплодия, связанного с нарушением овуляции, с нарушением функций яичников, с нарушением гормональной функции, все, что особенно маточная форма бесплодия, к сожалению, эти проблемы не всегда решаются вспомогательными репродуктивными технологиями. Да, вот еще что важно, вспомогательные репродуктивные технологии помогают решить вопросы мужского бесплодия. И тут возможность икси, это чрезвычайно важно, это зачастую единственный шанс. Но при всем при этом, даже если происходит оплодотворение, порой не происходит вынашивание этой беременности, потому что сперматозоид, даже если его принесут в яйцеклетки и соединят с яйцеклеткой, он должен быть все равно качественный, он должен нести качественный материал. И поэтому на сегодняшний день существует такой термин, как «напротехнология в лечении бесплодия». Что такое «напротехнология»? Нужно вылечить мужчину и женщину, чтобы они были здоровы, и чтобы тот биологический материал, который нужен и для эко в том числе, был качественным. Поэтому здоровье женщины, здоровье мужчины, и если беременность не наступает, тогда, конечно, эко. Это шанс, это возможность, это да. Если у пары бесплодие, если детей нет год, три и даже пять, что нужно делать и как нужно себя вести? Ну, первое, есть доктор, есть гинеколог, репродуктолог, который поможет, даст совет и окажет действительно реальную, качественную поддержку. И действительно в нашей стране сегодня проблема решения этой, вернее, возможности решения этой проблемы на достаточно высоком уровне. Что касается других советов, самое главное не унывать, самое главное позитивное мышление, потому что стресс способствует ановуляции, стресс способствует повышению уровня пролактина, который тоже способствует ановуляции с одной стороны у женщины и нарушению подвижности сперматозоидов у мужчин. Поэтому в клиниках репродукции достаточно активно используется консультация психологов и работа психологов с бесплодной парой. И я считаю, что это не зря и что это на самом деле очень важно. К сожалению, ЭКО не гарантирует 100% беременность и вынашивание. ЭКО где-то 38-45% результативного завершения процесса. То есть все-таки есть пары, которые по несколько раз прибегают к этому способу, и только там с течением времени у них все получается. И есть второй момент. К сожалению, учитывая, что 40 лет назад был первый ребенок из пробирки, и за это время уже много детей и мужского и женского пола родилось, прекрасно живут, абсолютно здоровы, но, к сожалению, у них, особенно у мальчиков в первую очередь, очень часто нарушена именно эта функция репродуктивная. И в большинстве случаев именно мальчики рождаются, не способные продолжить потомство. Здесь я немножко поправлю. Это в том случае, если у отца была генетически нарушена функция иметь потомство. Именно мужское бесплодие было, да? Да, то есть этот ребенок зачат, потому что у отца была проблема. То тогда и мальчик, рожденный вот так методом ЭКО зачатый, тоже, к сожалению, генетически имеет такую же проблему. То есть это высказывание относится к чему? От здоровой женщины рождаются здоровые девочки, а здорового отца рождаются здоровые мальчики. В большинстве случаев, да. Или, наоборот, в целом, безусловно, надо следить за своим здоровьем. Но если все-таки проблемы есть, то она решается методом вспомогательных репродуктивных технологий. Но что еще важно, если уж к этому методу пара пришла, имеет большое значение возраст женщины. После 40 лет результативность ЭКО вот этих всех процедур, к сожалению, падает значительно. Поэтому женщине надо успеть сделать эту процедуру до 40 лет. Своевременно. Желательно, рекомендуется. Безусловно, это, опять же, не приговор и не запрет. И после 40 лет получается, вот моя тоже знакомая в 49 лет впервые стала мамой, методом ЭКО. Представлять все возможно, если очень женщина хочет. И она нашла правильного доктора, который ей подходит, так сказать, ментально, которому она доверяет. Елена, из того, что вы сказали, я так понимаю, что все-таки важное значение имеет профилактика. То есть нужно своевременно обратиться к врачу, задаться вопросом, если в течение года регулярной жизни в семье нет ребенка. Не нужно откладывать этот вопрос на потом, а вот случится. И как минимум походы к гинекологу и поиск своего врача, который действительно поможет решить этот вопрос, должны у женщины быть на первом месте. Безусловно, надо следить за своим здоровьем ответственно. И женщине, и мужчине. И понимать, что от этого зависит их репродуктивная функция. И вести здоровый образ жизни, и относиться серьезно к каким-то воспалительным заболеваниям, не заниматься самолечением. Кроме того, имеет большое значение и гигиена брака, и гигиена половых отношений. Вот поэтому все это вместе формирует, как результат, возможность иметь здоровых детей. Поэтому мы обращаемся к нашим телезрителям и говорим о том, что если перед вами стоит такая проблема, не бойтесь ее актуализировать. Ее можно решить. Боритесь с психологическими проблемами, боритесь с физическими проблемами, но решайте их. Готовьтесь стать матерью и отцом. Будьте заботливы к себе и внимательны к другим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!